Карлос Кастанеда. Путешествие в Икстлан. Глава одиннадцатая. Настроение воина. В четверг, 31 августа 1961 года, едва я остановился перед домом, Дон Хуан заглянул в открытое окно машины и, не дав даже поздороваться, улыбнулся мне и сообщил, мы поедем к месту силы, которая находится довольно далеко. А уже, кстати, почти полдень. Он открыл дверцу, устроился рядом со мной и велел ехать по шоссе на юг. Километров через 120 он показал мне грунтовую дорогу, на которую нужно было свернуть. Она вела на восток. По ней мы доехали до отрога в гор. Я поставил машину в углублении, которое выбрал Дон Хуан. Углубление было довольно большим, и машину в нем не было видно с дороги. Прямо оттуда мы начали подниматься на цепь высоких холмов, пересекавших обширную плоскую пустынную равнину. Когда стемнело, Дон Хуан выбрал место для сна. Он потребовал абсолютного молчания. На следующий день мы наспех позавтракали и двинулись на восток. Растительность пустыни сменилась сочной зеленью горных кустов и деревьев. Около полудня мы вскарабкались на вершину гигантского монолитного утеса, склон которого был похож на каменную стену. Дон Хуан сел и знаком велел мне сделать то же самое. Это место силы, после долгой паузы объяснил Дон Хуан. Когда-то очень давно здесь были захоронены воины. В это мгновение каркнула пролетавшая над нами ворона. Дон Хуан проводил ее пристальным взглядом. Я принялся разглядывать скалу и прикидывать, каким образом и где именно в ней могли быть захоронены воины. Дон Хуан с улыбкой похлопал меня по плечу. Не здесь, дурень, там, внизу. Он указал на поле, которое расстилалось прямо под нами, к востоку от подножья утеса. Он объяснил, что на этом поле есть участок, окруженный естественной изгородью из больших валунов. Оттуда, где я сидел, мне был виден этот участок, идеально круглой формы, метров сто в диаметре. Он весь порос густым кустарником, скрывавшим валуны. Я бы даже не заметил, что участок представляет собой идеальный круг, если бы Дон Хуан не обратил на это моего внимания. Дон Хуан сказал, что по старому индейскому миру разбросано множество таких мест. Они не являются в полном смысле местами силы, как некоторые холмы или геологические образования, где обитают духи. Это скорее места просветления, в которых человек может многому научиться и отыскать решения мучающих его проблем. Для этого нужно просто сюда прийти, сказал Дон Хуан, или провести ночь на этой скале, чтобы привести в порядок чувства. Мы остановимся здесь на ночь? Я думал, что да, но маленькая ворона только что сказала мне, что делать этого не нужно. Я попытался было подробнее расспросить его о вороне, но он нетерпеливым движением головы велел мне молчать. «Посмотри на этот круг из валунов», сказал он. «Хорошенько зафиксируй его в памяти, и когда-нибудь ворона приведет тебя к другому такому месту. Чем правильнее круг, тем больше его сила». «А кости воинов до сих пор здесь находится». Дон Хуан очень комично изобразил изумление, а потом широко улыбнулся. «Это не кладбище. Здесь нет ничьих могил. Я сказал, что здесь были захоронены воины. Они приходили сюда и хоронили себя на ночь, на два дня или настолько, насколько считали нужным. Кладбище меня не интересует. В них нет силы. Правда, в костях воина силы есть всегда, но кости воина никогда не бывают закопаны на кладбище. И еще больше силы в костях человека знания, но его кости отыскать практически невозможно». «Кто такой человек знания?» Дон Хуан. «Любой воин может стать человеком знания. Я уже говорил тебе, что воин — это безупречный охотник, который охотится за силой. Если охота его будет успешной, он может стать человеком знания». «Что ты?» Движением руки Дон Хуан прервал меня. Он встал и знаком велел следовать за ним. Потом он начал спускаться по крутому восточному склону утеса. На его почти вертикальной поверхности была хорошо заметна тропа, которая вела прямо к окруженному валунами участку. Мы медленно спускались по опасной тропе. Достигнув основания утеса, Дон Хуан, не останавливаясь, повел меня сквозь густые заросли чапорали в самый центр круга. Там он набрал сухих веток и подмел ими чистый пятачок, на котором мы и расположились. Пятачок оказался тоже идеально круглым. «Я собирался захоронить тебя здесь на всю ночь», — сообщил мне Дон Хуан. «Но теперь знаю, что время для этого еще не пришло. У тебя нет для этого силы. Я захороню тебя совсем ненадолго». Я занервничал от мысли о том, что он собирается меня закопать, и спросил, что он имеет в виду, говоря о захоронении. Он по-детски хихикнул и принялся собирать сухие ветви. Помогать он мне не позволил, сказав, что мое дело — сидеть и ждать. Собранные ветки он бросал в центр очищенного круга. Затем он заставил меня лечь головой на восток, сложил мою куртку, засунул ее мне под голову и соорудил вокруг моего тела клетку. Для этого он воткнул в мягкий грунт палки длиной немного меньше метра. Некоторые из них вверху оканчивались развилками. В эти развилки он положил длинные продольные прутья, в результате чего вся конструкция приобрела вид открытого гроба. Потом Дон Хуан сделал крышку и нижнюю торцевую стенку, закрыв всю конструкцию, начиная от моих плеч короткими поперечными палками, поверх которых он выложил мелкие ветки и листья. В итоге я оказался лежащим в закрытой со всех сторон клетке, из которой торчала только голова со сложенной курткой под ней в качестве подушки. Потом он взял толстую сухую палку и, пользуясь ею как лопаткой, разрыхлил грунт вокруг меня и забросал клетку землей. Конструкция оказалась настолько жесткой, а листья, уложенными настолько тщательно, что ни одна песчинка не упала внутрь клетки. Я свободно мог двигать ногами в случае необходимости вылезти из клетки и забраться обратно. Дон Хуан сказал, что обычно воин сперва сооружает клетку, а потом залезает в нее и заделывает лаз изнутри. А звери, поинтересовался я, они тоже могут разгрести землю, забраться в клетку и поранить, а то и вовсе загрызть человека. Нет, для воина зверя не проблема. Это проблема для тебя, потому что у тебя нет силы. Воин же руководим несгибаемым намерением и способен отразить что угодно. Ни крыса, ни змея, ни горный лев не в силах побеспокоить воина. А ради чего воины хоронят себя? Дон Хуан. Ради просветления и силы. У меня появилось исключительно приятное ощущение умиротворенности. Весь мир наполнился покоем. Тишина стояла редкостная, но на нервы она мне не действовала. Я не привык такого рода безмолвию и попытался что-то сказать, но Дон Хуан не дал. Спустя некоторое время спокойствие этого места начало действовать на мое настроение. Я начал думать о своей жизни и о личной истории, и знакомое чувство тоски и раскаяния овладело мной. Я сказал Дону Хуану, что недостоин этого места и не заслуживаю того, чтобы здесь находиться. Ведь его мир — это мир силы, справедливости и чистоты. А я слаб, и мой дух искорежен обстоятельствами моей жизни. Дон Хуан засмеялся и пригрозил засыпать мою голову землей, если я буду продолжать в том же ключе. Он сказал, что я — человек, и как любой человек заслуживаю всего, что составляет человеческую судьбу — радости, боли, печали и борьбы, и что природа поступков человека не имеет значения, если он действует как воин. Понизив голос почти до шепота, Дон Хуан сказал, что если я действительно чувствую, что дух мой искорежен, мне нужно просто укрепить его, очистить и сделать совершенным, потому что во всей нашей жизни нет задачи более стоящей. Не действовать ради укрепления духа — значит стремиться к смерти. А стремиться к смерти — значит, не стремиться ни к чему вообще, потому что она все равно догонит нас, несмотря ни на что. После долгого молчания Дон Хуан с глубоким убеждением произнес, — стремление к совершенствованию духа воина — единственная задача, достойная нашего зрелого возраста. Его слова подействовали как катализатор. Я вдруг разом ощутил груз всех своих прошлых поступков. Тяжесть его была невыносима. Непреодолимым препятствием они лежали на моем пути, и я чувствовал, что это безнадежно. Всхлипывая, я заговорил о своей жизни. Я так долго скитался без цели, что сделался нечувствительным к боли и печали, и что меня пронимает лишь в редких случаях, когда я осознаю свое одиночество и свою беспомощность. Дон Хуан не сказал ничего. Он схватил меня под мышки и выволок из клетки. Когда он меня отпустил, я сел. Он опустился рядом. Установилось неловкое молчание. Я решил, что он дает мне время на то, чтобы прийти в себя. Я достал блокнот и принялся лихорадочно строчить. «Одинокий лист на ветру?» «Да», — произнес он, наконец, неподвижно глядя на меня. Он очень точно выразил мое состояние. Я чувствовал себя именно так. И Дон Хуан, похоже, тоже проникся этим ощущением. Он сказал, что мое настроение напомнило ему одну песню и начал тихонько напевать. Он пел очень приятным голосом. Слова песни унесли меня куда-то далеко, далеко. Рожден в небесах, но сегодня я так далеко от них. И мысли мои полны безграничной тоской, одинок и печален, как лис на ветру. Я порою готов рыдать, а порою смеяться от страстного стремления к чему-то, тоски, почему-то. Мы долго молчали. Наконец он заговорил. «С того самого дня, когда ты родился, каждый, с кем сталкивала тебя жизнь, так или иначе что-то с тобой делал». «Это так», — согласился я. «И делали это с тобой против твоей воли?» «Да». «И теперь ты беспомощен, как лист на ветру». «Да, так и есть». Я сказал, что обстоятельства моей жизни были опустошительны. Дон Хуан выслушал меня очень внимательно, однако я не мог понять, то ли он делает это просто от сочувствия, то ли что-то его действительно весьма заинтересовало. Я терялся в догадках, пока не заметил, что он пытается спрятать улыбку. «Тебе очень нравится себя жалеть. Но, как бы тебя это не тешило, от этого придется избавиться», — мягко сказал он. «В жизни воина нет места для жалости к себе». Он засмеялся, еще раз пропел песню, слегка изменив интонацию. В результате получился нелепый, плаксиво-сентиментальный куплет. Дон Хуан сказал, что мне эта песня понравилась именно потому, что всю свою жизнь я только тем и занимался, что выискивал во всем недостатки, жаловался и ныл. Спорить с ним я не мог. Он был прав. Но, тем не менее, я полагал, что у меня все же достаточно оснований для того, чтобы почувствовать себя подобно сорванному ветру, одинокому листу. «Нет в мире ничего более трудного, чем принять настроение воина», — сказал Дон Хуан. «Бесполезно пребывать в печали и жаловаться, чувствуя себя вправе этим заниматься и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего ни с кем не делает, и особенно с воином. Сейчас ты здесь, со мной, потому что ты этого хочешь. Тебе пора было бы уже принять на себя всю полноту ответственности за свои действия. В свете этого представления о том, что ты находишься на милости у ветра, неприемлемо». Он встал и принялся разбирать клетку. Землю он тщательно сыпал туда, откуда ее брал, а все ветки аккуратно разбросал по чапоралю. Потом, забросав очищенную площадку мусором, он придал ей такой вид, как будто никто к ней даже не притрагивался. Я отметил мастерство, с которым это было сделано. Дон Хуан сказал, что хороший охотник все равно узнает, что мы здесь были, потому что следы человека полностью уничтожить невозможно. Он сел, скрестив ноги, велел мне сделать то же самое, как можно удобнее расположившись лицом к тому месту, на котором он меня хоронил, и оставаться на месте до тех пор, пока полностью не развеется моя печаль. «Воин хоронит себя, чтобы обрести силу, а вовсе не для того, чтобы ныть от жалости к себе», сказал он. Я попытался было объясниться, но он не дал, резким кивком велев мне молчать. Он сказал, что ему пришлось вытащить меня из клетки, так как настроение мое стало недопустимым, и он побоялся, что место возмутится из-за моей мягкости и причинит мне вред. «Жалость к себе несовместима с силой», продолжал он. «Настроение воина требует контроля над собой, в то же самое время отказа от себя». «Как это возможно?» спросил я. «Как воин может контролировать себя и отказаться от себя одновременно?» «Это сложный прием», ответил он. Он остановился, как бы раздумывая, продолжать или нет. Дважды он готов был что-то сказать, но потом передумывал и улыбался. «Ты еще не преодолел печаль», проговорил он наконец. «Ты все еще чувствуешь себя слабым, так что сейчас нет смысла говорить о настроении воина». Почти час прошел в абсолютном молчании. Потом Дон Хуан отрывисто спросил, как у меня обстоят дела с техникой сновидения, которой он меня обучил. «Я тренировался весьма усердно, и ценой невообразимых усилий мне в конце концов удалось обрести некоторый контроль над своими снами». Дон Хуан был прав, утверждая, что эту практику можно рассматривать в качестве развлечения. Теперь я чуть ли не с нетерпением ожидал наступления вечера и времени, когда будет пора ложиться спать. Раньше со мной такого не случалось. И в ответ на вопрос Дона Хуана я представил ему подробный отчет о своих успехах. После того, как я научился давать себе команду смотреть на свои руки, мне было относительно легко научиться поддерживать их образ. Мои видения, хотя и не всегда собственных рук, продолжались, казалось, продолжительное время до тех пор, пока я в конце концов не терял контроль и не погружался в обычные непредсказуемые сны. Я никоим образом не выбирал то, когда давать себе команду смотреть на руки или на другие объекты снов. Это происходило само собой. В какой-то момент вдруг в памяти всплывало, что нужно смотреть на руки, а потом на то, что меня окружает. Однако были ночи, в которые я ни о чем этом не вспоминал. Дон Хуан, похоже, был удовлетворен. Он спросил, какие еще объекты, кроме своих рук, я обычно находил в своих видениях. Я, не сумев вспомнить ничего конкретного, принялся копаться в кошмаре, который посетил меня предыдущей ночью. Не нужно настолько сильно поддаваться воображению, сухо сказал он. Я рассказал ему, что подробно конспектирую все свои сны. С тех пор, как я начал практику смотрения на руки, сны мои сделались очень живыми и богатыми, а способность к их запоминанию возросла до такой степени, что я с легкостью мог восстанавливать их вплоть до самых незначительных деталей. Дон Хуан сказал, что следить за этими снами – пустая трата времени, потому что ни подробности снов, ни их живость не имеют ровным счетом никакого значения. «Обычные сны всегда становятся очень живыми, стоит человеку лишь начать настраивать сновидения», объяснил он. «Более того, их живость и ясность становятся серьезными препятствиями на пути, и с тобой в этом плане дело обстоит гораздо хуже, чем с кем бы то ни было из тех, кого я знаю. У тебя самая настоящая мания, причем совершенно ужасная. Ты записываешь все, что только можешь». «А я-то искренне считал, что поступаю правильно. Благодаря подробнейшим конспектам своих снов я в какой-то степени уяснил себе природу видений, имевших место в моих снах». «Брось это», – приказал он. «Это ни в чем тебе не поможет. Ты только отклоняешься от целесновидения, которые являются контроль и сила». Он улегся на спину, накрыл лицо шляпой и заговорил, не глядя на меня. «Я хочу напомнить тебе все приемы, которые ты должен практиковать. Сначала фокусируешь взгляд на руках. Это отправная точка. Затем начинаешь переводить взгляд на другие объекты на очень короткое время, фиксируя его на них. Постарайся бросить такой короткий взгляд на максимальное количество объектов. Помни, если ты будешь только коротко взглядывать на объекты, они не начнут сдвигаться. Потом снова вернись к своим рукам. Каждый раз, когда ты возвращаешься к своим рукам, ты восстанавливаешь силу, необходимую для продолжения сновидения. Поэтому вначале не нужно смотреть сразу на множество объектов. На первый раз четырех будет достаточно. Потом ты постепенно сможешь увеличить их количество и в конце концов будешь в состоянии разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только образы начинают сдвигаться и ты чувствуешь, что начинаешь терять контроль, возвращайся к рукам. Когда ты почувствуешь, что можешь смотреть на что угодно, сколько захочешь, ты будешь готов к освоению следующей техники. Ей я научу тебя сейчас. Но применять ее, я надеюсь, ты станешь только тогда, когда будешь готов. Минут пятнадцать он лежал молча. Наконец, он сел и посмотрел на меня. Следующим шагом в настройке сновидения является обучение тому, как путешествовать. Продолжал он. Тем же способом, каким ты научился смотреть на руки, ты можешь повелеть себе двигаться, отправляясь в разные места. Сначала определи место, в которое ты хотел бы попасть. Выбирай места, которые хорошо знаешь. Университет, соседний парк, дом кого-нибудь из твоих друзей. А потом нужно повелеть себе отправиться туда. Это очень сложная техника. Ты должен выполнить две задачи. Во-первых, ты должен повелеть себе отправиться в определенное место. А затем, когда ты освоишь эту технику, ты должен научиться контролировать точное время своего путешествия. Записывая его слова, я почувствовал, что определенно рехнулся, поскольку совершенно серьезно конспектировал безумные инструкции. Чтобы их выполнить, мне пришлось бы выбраться из самого себя. Меня охватила волна сожаления и замешательства. «Что ты со мной делаешь, Дон Хуан?» — спросил я, совсем не это имея в виду. Он, похоже, удивился. Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Ты снова и снова задаешь мне один и тот же вопрос. Я ничего с тобой не делаю. Ты делаешь себя доступным силе. Ты за ней охотишься, а я лишь веду тебя». Он склонил голову на бок и принялся меня разглядывать. Одной рукой он взял меня за подбородок, второй за затылок и подергал меня за голову взад-вперед. От этого движения мышцы шеи, которые были скованы с сильным напряжением, расслабились. Дон Хуан посмотрел на небо и, казалось, некоторое время что-то на нем изучал. «Нам пора», — сухо сообщил он и встал. Мы направились на восток и к пяти часам вечера пришли к роще из невысоких деревьев в долине между двумя большими холмами. Было почти пять вечера. Дон Хуан небрежно заметил, что нам, возможно, придется провести там ночь. Он указал на деревья и сказал, что где-то там есть вода. Он весь напрягся и начал по-звериному принюхиваться. Я видел, как быстро вздрагивают мышцы его живота, расслабляясь и напрягаясь так частым коротким вдохом-выдохом. Он велел мне сделать то же и самому определить, где именно находится вода. Я без особой охоты начал подражать его манере дыхания. Минут через пять-шесть у меня уже кружилась голова, но ноздри странным образом прочистились, и я почувствовал запах речных ив. Однако установить, где они находятся, мне так и не удалось. Дон Хуан велел мне несколько минут отдохнуть, а потом снова заставил принюхиваться. Второй раунд был более интенсивным. Я ощутил слабый запах речных ив, исходивший откуда-то справа. Мы свернули туда и примерно через полкилометра вышли к болотцу со стоячей водой. Мы обошли его и подошли к немного возвышавшейся над ним плоской горизонтальной площадки. Дальше над площадкой и вокруг нее все заросло очень густым чапоралем. Это место кишит горными львами и другими кошками поменьше. Как бы, между прочим, заметил Дон Хуан таким тоном, словно речь шла о какой-то самой обычной мелочи. Я мигом подбежал к нему. Он засмеялся. — Обычно я стараюсь вообще сюда не заходить, — сказал он. Но ворона показала именно это направление. Здесь мы должны найти что-то особенное. — Дон Хуан, нам действительно необходимо здесь находиться? — Да. Иначе я ни за что не пошел бы в это место. Я начал очень сильно нервничать. Он велел мне слушать внимательно и заговорил. — Охота на горных львов — единственное, ради чего человек может забраться в это место. Поэтому я должен научить тебя тому, как это делается. Сначала делают ловушку для водяных крыс, живущих вокруг источников, которые служат приманкой, но изготавливают ее особым образом. Боковины делают сминаемыми, а вдоль них вертикально устанавливают очень остро отточенные шипы. Когда клетка стоит, их острия спрятаны. Но когда на клетку падает что-нибудь увесистое, боковины не выдерживают, сминаются, а шипы высовываются и пронзают то, что упало на клетку. Я не мог понять, как это делается, но он нарисовал на земле схему и объяснил, как закрепить в углублениях на раме вертикальные прутья стенок таким образом, чтобы при возникновении вертикальной нагрузки на ее крышу клетка заваливалась бы в одну из сторон. Шипами в такой конструкции служат острые щепы из твердого дерева, жестко укрепленные на раме. Дон Хуан сказал, что во время охоты на горного льва высоко над ловушкой подвешивают большую сетку с тяжелыми камнями. Над клеткой протягивают веревку. Вся система устроена так, что стоит только задеть эту веревку, как все камни из сетки рухнут вниз. Учуяв водяных крыс в клетке, горный лев подходит к ловушке. Обычно он пытается разрушить препятствие ударом передних лап сверху вниз. Вот и в этом случае, чтобы добраться до крыс, он изо всех сил ударяет обеими лапами по крышке клетки. Клетка сминается, и шипы вонзаются ему в лапы. От боли и неожиданности огромная кошка подпрыгивает и цепляет веревку, обрушивая на себя лавину камней. «Когда-нибудь тебе может понадобиться поймать горного льва», — продолжал Дон Хуан. «У них есть особая сила. Они очень сообразительны, и поймать их можно только одним способом — обманув при помощи боли и запаха речных ив». С поразительной быстротой и сноровкой Дон Хуан соорудил ловушку и после довольно долгого ожидания поймал трех щекастых грызунов, похожих на жирных белок. Он велел не нарвать охапку веток речных ив на краю болотца и заставил натереть ими одежду. Сам он сделал то же самое. Потом очень быстро и ловко сплел из тростника две сетки, одну из которых набил водорослями и грязью, которые набрал в болоте. Он принес ее на площадку и спрятался. Пока он этим занимался, грызуны в клетке начали громко пищать. Из своего укрытия Дон Хуан велел мне взять вторую сетку, набрать в нее побольше грязи и растений из болота и вместе с ней взобраться на нижней ветви дерева, под которым стояла ловушка с грызунами. Дон Хуан объяснил, что не хочет калечить ни кошку, ни зверьков, поэтому собирается отпугнуть зверя, окатив грязью, как только тот подойдет к ловушке. «Я должен быть готов сделать то же самое». Он посоветовал мне вести себя как можно внимательнее, чтобы не свалиться с дерева, и напоследок велел мне замереть, буквально слиться с ветвями. Дона Хуана я не видел. Грызуны визжали все громче. Постепенно стемнело настолько, что я едва угадывал общее очертание местности. Вдруг послышались мягкие шаги и приглушенное кошачье дыхание, а потом раздался очень мягкий рык. Грызуны замолкли, и тут прямо под деревом я заметил темную массу звериного тела. Прежде чем я смог рассмотреть зверя и убедиться в том, что это горный лев, он бросился на ловушку, но добежать до нее не успел. Что-то обрушилось на него сверху, и он отскочил. Я швырнул свою сетку, как велел Дон Хуан, но не попал. Однако шума наделал много. Тут Дон Хуан издал несколько жутких пронзительных воплей, от которых по спине у меня побежали мурашки. Кошка с невообразимой ловкостью метнулась через площадку и скрылась. Дон Хуан еще некоторое время продолжал вопить, а потом велел мне как можно быстрее слезть с дерева, взять клетку со зверьками и бежать к нему на площадку. Через невероятно короткий промежуток времени я уже стоял рядом с Доном Хуаном. Он велел мне кричать как можно точнее, имитируя звуки, которые издавал он сам. Это нужно было для того, чтобы удержать на расстоянии льва, пока Дон Хуан разбирал ловушку и выпускал зверьков. Я начал было кричать, но получалось плохо. Голос от возбуждения сделался хриплым. Дон Хуан сказал, что нужно отрешиться от себя и кричать по-настоящему, с чувством, потому что лев все еще рядом. И тут я в полной мере оценил ситуацию. Лев-то был вполне реален. И я издал восхитительнейший каскад душераздирающих пронзительных воплей. Дон Хуан буквально взревел от хохота. Он дал мне еще немного покричать, а потом сказал, что теперь нужно как можно тише покинуть это место, потому что лев не дурак и уже, вероятно, возвращается. «Он наверняка пойдет за нами», — сказал Дон Хуан. «Как бы аккуратно мы себя не вели, позади нас все равно остается след шириной с панамериканской шоссе». Я шел совсем рядом с Доном Хуана. Время от времени он на мгновение замирал и прислушивался. Потом в какой-то момент он бросился бежать в темноту. Я за ним, вытянув перед собой руки, чтобы защитить глаза от веток. Наконец мы добрались до подножья утеса, на котором сидели днем. Дон Хуан сказал, что если лев не разорвет нас до того, как мы доберемся до вершины, то мы спасены. Он начал взбираться, первым показывая путь. Было совсем темно. Непонятно, каким образом мне это удавалось, но я следовал за Доном Хуаном очень уверенно. Когда мы были уже недалеко от вершины, я услышал странный звериный крик. Он напоминал коровье мычание, но был более продолжительным и хриплым. «Быстрее! Быстрее наверх!» — заорал Дон Хуан. И я в кромешной тьме рванулся к вершине, оставив Дона Хуана позади. Когда он добрался до плоской площадки на макушке утеса, я уже сидел там, восстанавливая дыхание. Дон Хуан рухнул на землю. Я решил было, что напряжение оказалось для него слишком сильным. Однако оказалось, что он просто катается по земле от хохота. Его рассмешил мой бросок к вершине. Мы в полном молчании просидели там еще часа два. Потом отправились в обратный путь. Воскресенье, 3 сентября 1961. Когда я проснулся, Дона Хуана дома не было. До его прихода я успел поработать над своими записями и насобирать хвороста для очагавча парали вокруг дома. Когда Дон Хуан вошел, я как раз съел. Он прошелся по поводу того, что он называл моей запрограммированностью на принятие пищи в полдень, но от пары бутербродов не отказался. Я сказал ему, что история с горным львом сбила меня с толку. Теперь ситуация казалась нереальной, словно Дон Хуан подстроил все это специально для меня. События сменяли друг друга с такой бешеной скоростью, что у меня просто не было времени на то, чтобы испугаться. Времени было достаточно только на действия, но не на раздумья о складывающихся обстоятельствах. Когда я писал заметки, у меня вдруг возникли сомнения. А действительно ли я видел горного льва? В моей памяти еще свежа была сухая ветка. «Это был горный лев», — сказал Дон Хуан тоном, отметающим всякие сомнения. «Что, живой зверь из плоти и крови? Разумеется. Я объяснил, что подозрения возникли у меня из-за того, что все произошло как-то слишком уж гладко. Лев явился как по заказу, словно он специально нас ожидал и был выдрессирован делать именно то, что запланировал Дон Хуан. Однако на Дона Хуана поток моих скептических замечаний не произвел ни малейшего впечатления. Он только посмеялся надо мной. «Смешной ты, парень», — сказал он. «Ты же видел кошку собственными глазами, прямо под деревом, на котором сидел. Она не унюхала тебя и на тебя не бросилась только из-за запаха речной ивы. Он заглушает любой другой запах, а у тебя на коленях лежала целая куча ивовых веток». Я сказал, что дело не в том, что я сомневаюсь в его честности, а в том, что все происходившее в ту ночь никоим образом не умещается в рамки обычного течения моей жизни. Когда я писал заметки, у меня даже ненадолго возникло подозрение, что это Дон Хуан изображал горного льва. Однако эту идею пришлось отбросить, потому что уж слишком явственно я видел темное тело четвероногого зверя, который бросился на клетку, а потом перемахнул через площадку. «Чего ты мечешься?» — спросил Дон Хуан. «Это была обыкновенная большая кошка. Тысячи их рыщут в тех горах. Большое дело. Ты, как всегда, фокусируешь свое внимание не на том, на чем следует. Неважно, что это было, лев или мои штаны. То, что важно, это твои чувства в тот момент. Я никогда в жизни не видал и не слышал большой кошки на воле. И тот факт, что я находился всего в какой-то паре метров от зверя, никак не укладывался у меня в голове». Дон Хуан терпеливо выслушал все мои соображения по поводу истории с горным львом. «Слушай, а почему эта большая кошка внушает тебе такой страх? Ты прямо трепещешь перед ней?» — выпытывающе спросил он. «Ведь с такого же расстояния тебе приходилось наблюдать практически всех животных, которые здесь водятся. Но они тебя в такое состояние не приводили. Тебе нравятся кошки?» «Нет». «А-а-а. Ну, тогда забудь о ней. Собственно, урок состоял вовсе не в том, чтобы научиться охотиться на львов». «А в чем?» «Маленькая ворона указала мне на то место возле болота. И там я увидел возможность дать тебе понять, как человек действует, когда находится в настроении воина. Вчера ночью, например, ты действовал, находясь в соответствующем настроении. Ты четко себя контролировал и в то же время был полностью отрешен, когда спрыгнул с дерева и подбежал ко мне. Ты не был парализован, страхом. А потом, у вершины утеса, когда зарычал лев, ты двигался очень хорошо. Я уверен, что ты не поверил бы в то, что совершил, если бы взглянул на этот утес днем. Большая степень отрешенности сочеталась в твоем состоянии с не меньшей степенью самоконтроля. Ты не отпустился, не сдался и не намочил штаны, и в то же время отпустился и взобрался на ту стену, в полной темноте. Ты мог отклониться от тропы и погибнуть. Для того, чтобы вскарабкаться на ту стену в темноте, тебе нужно было держаться за самого себя и отпустить себя одновременно. И это и есть то, что я называю настроением воина. Я возразил, что все, что я совершил прошлой ночью, было результатом моего страха, а вовсе не настроения, соединившего себе самоконтроль и отрешенность. «Я знаю», – произнес он с улыбкой. «И именно поэтому я хотел показать тебе, что ты способен превзойти самого себя, если будешь находиться в нужном настроении. Воин сам создает свое настроение. Ты об этом не знаешь. В этот раз в настроении воина тебя ввел страх. Но теперь, поскольку оно тебе знакомо, то для вхождения в него ты сможешь воспользоваться чем угодно». Я хотел начать спорить, но для этого моим мыслям не хватало четкости. Непонятно, почему мне вдруг стало досадно. «Очень удобно действовать, всегда находясь в настроении воина», – продолжал Дон Хуан. «Оно прорывается сквозь чепуху и оставляет человека очищенным. Это было великолепное чувство, когда ты достиг вершины. Правда?» Я сказал, что понимаю, о чем он говорит, однако чувствую, что попытки применить то, чему он меня учит в повседневной жизни, были бы полным идиотизмом. «Каждый из поступков необходимо совершать в настроении воина», – объяснил Дон Хуан. «Иначе человек становится уродливым и безобразным. В жизни, в которой не хватает настроения воина, отсутствует сила. Посмотри на себя. Все обижает и расстраивает тебя. Ты ноешь, жалуешься и чувствуешь, что каждый заставляет тебя плясать под свою дудку. Сорванный лист на ветру. В твоей жизни отсутствует сила. Какое должно быть мерзкое чувство? Воин же, с другой стороны, это охотник. Он просчитывает все. Это называется контролем. Но, закончив свои расчеты, он действует. Он отпускает все. Это отрешенность. Воин никогда не уподобляется листу, отданному на волю ветра. Никто не может толкать его. Никто не может заставить его действовать во вред себе или вопреки его решению. Воин настроен на выживание, и он выживает самым оптимальным образом». Мне понравилась его установка, хотя она и была идеалистической. «С точки зрения того сложного мира, в котором я жил, она выглядела слишком упрощенной». Дон Хуан только посмеялся над моими аргументами. «Я же продолжал настаивать на том, что настроение воина никак не сможет помочь мне преодолеть чувство обиды и уберечь от реального вреда, наносимого действиям окружающих, как, например, в том гипотетическом случае, когда тебя физически преследуют и изводят жестокий и злобный человек, облеченный властью». Дон Хуан расхохотался и сказал, что в пример вполне удачный. «Воина можно ранить, но обидеть его невозможно», – сказал он. «Пока воин находится в соответствующем настроении, и для него не существует ничего оскорбительного в действиях окружающих». «Прошлой ночью, лев, тебя совсем не обидел, правда? И то, что он преследовал нас, ни капельки тебя не разозлило. Я не слышал от тебя ругательств в его адрес, и ты не возмущался, говоря, что он не имеет права нас преследовать. Он мог быть самым жестоким и злобным из всех известных тебе львов. Но это не принималось во внимание, когда ты боролся за то, чтобы спастись от него. Единственной, относящейся к делу вещью, являлось стремление выжить, в чем ты отлично преуспел. Если бы ты был один, и льву удалось бы до тебя добраться и насмерть тебя задрать, тебе бы и в голову не пришло пожаловаться на него, обидеться или почувствовать себя оскорбленными его действиями. Так что настроение воина не является противоестественным ни для твоего, ни для чего-либо мира. Оно необходимо тебе для того, чтобы прорваться сквозь пустую болтовню». Я принялся излагать свои соображения по этому поводу. Льва и людей, с моей точки зрения, нельзя ставить на одну доску, ведь о ближних своих я знаю очень много. Мне знакомы их типичные уловки, мотивы, мелкие ухищрения. О львежи я не знаю ничего. В действиях моих ближних обидным является то, что они злобствуют и делают подлости сознательно. «Я знаю, знаю», — терпеливо проговорил Дон Хуан. «Достичь состояния воина очень непросто. Это революция. Одинаковое отношение ко всему. Будь то лев, водяные крысы или люди — изумительное действие духа воина. Для этого необходима сила». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...